Здравствуйте! С вами сервисный центр Dr. Coffee Machine. И сегодня мы с вами поговорим о замене уплотнителя рожка, то есть или уплотнителя группы на кофеварке DeLonge. А конкретно эта моделька у нас DeLonge EC850M. Вот она. Вся красивая, блестящая. Ну, как я уже сказал, уплотнитель рожка, он находится здесь. То есть, соответственно, над рожком в данной машинке уже были проведены ремонтные работы. Осталось поменять только уплотнитель. Он там еще, ну, в относительно живом состоянии, но лучше, конечно, его заменить он все равно уже под износом. Итак, убираем поддон, убираем бункер для воды. Вот он, этот уплотнитель. Вот он там находится внутри. Плохо видно его. Ну, и сейчас вытащу, будет видно лучше. Вот он. По кругу. Как этот уплотнитель меняется? В принципе, все очень просто, но на всякий случай решил уже видео по этому поводу тоже снять. Нужно открутить вот этот болтик. Он под крестовую отвертку. Нужно взять соответствующую хорошую отвертку, чтобы этот болтик не сорвать, то есть, чтобы не сорвать у него шляпку. Потому что, если мы ее сорвем, ну, выкрутить его будет уже практически невозможно. Поэтому аккуратно откручиваем. В принципе, здесь база внутри идет пластиковая, поэтому сильно болтик к ней не прикипает. Вот, открутили болтик. Теперь снимаем сито. В данном случае здесь уже сито чистое. Под ситом тоже все прибрано. Ну, то есть, я уже это откручивал и немножко убирал оттуда всю грязь. Так, теперь мы возьмем шпатель, лопатку, крючок и старый уплотнитель вытащим вот таким образом. Он уже видно, что выгоревший, не очень хороший. После чего нужно взять какую-нибудь тряпку. Здесь все вычистить под рожком. Ну, в данном случае, как я уже сказал, здесь все чисто. Вот, но если здесь есть грязь, ее убрать, почистить сито. Вот. После этого мы берем новый уплотнитель. Вот таким образом. То есть, у него здесь сверху он ровный, снизу у него здесь идет вот такая вот юбочка. И теперь мы этот уплотнитель вот так вот надеваем на сито. Так, чтобы юбочка оказалась внутри сито. Теперь ставим обратно. Вот так. И закручиваем обратно болтик. Сразу же скажу, что уплотнитель смазывать не нужно. Это будет в данном случае даже вредно. Просто старый убираем, все вычищаем и ставим новый. Обязательно нужно убрать оттуда всю грязь, потому что если мы на остатке кофейного жмыха, на кофейное масло будем устанавливать новый уплотнитель, то велика вероятность, что нормально работать он не будет. Итак, болт хорошо затянул, поставил новый уплотнитель. Сразу можно проверить, как это все дело работает с рожком. Рожок затягивается с приятным усилием. Все, уплотнитель поменен. Теперь кофеварку можно проверить. И, соответственно, она будет после этого готова. Также, сразу еще раз хотел обратить ваше внимание, вот здесь вот замененные внутренние детали, это части гидросистемы этой кофеварки, а точнее вот устройство, которое находится над уплотнителем группы и над держателем рожка. В данном случае, как раз вот эта часть, это старая часть вот этой кофеварки, она пластиковая, сюда вкручивается болт и сюда ставится уплотнитель группы, вот таким образом, и надевается сито и прикручивается. Вот эта часть в этой машинке, в этой кофеварке, она пластиковая, и она лопнула, из-за чего такое произошло. Очень часто в кофеварке, в рожки кофеварок, насыпают кофе очень мелкого помола. То есть, я уже в прошлых видео, скорее всего, об этом говорил, но в кофеварке должен использоваться кофе помолом, как рассыпной сахар, не мельче. Если сыпать в рожок, ну, так называемую муку, то есть кофе очень мелкого помола, который предназначен для турки, либо если сыпать ароматизированный кофе, то очень быстро сито в рожке, вот это вот сито, оно забивается, соответственно, через рожок уже ничего не вытекает, давление растет, и гидросистема в кофемашине может лопнуть. Вот, то есть, все зависит от модели. Где-то лопается вот эта вот часть, вот как на этой кофеварке. То есть, где-то лопается бойлер, где он двухсоставной. То есть, везде по-разному. Но самое главное, это следить за помолом кофе. Если кофе очень мелкого помола, то это кофе для турки, то не для кофеварки. То есть, его в кофеварке использовать нельзя. Ну, в общем-то, видео короткое, поэтому на этом на сегодня все. Ссылку на замененный уплотнитель группы я размещу под видео. Ну, до новых встреч. Ожидайте наших новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok